Визит международных делегаций в Казанский университет. Цифровые кафедры в КФУ. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса в студии Карина Саяхова. Казанский федеральный университет продолжает вести серию прямых эфиров для абитуриентов. В рамках онлайн-встречи будущие студенты могут задавать интересующие вопросы о поступлении студенческой жизни и особенностях обучения на определенном направлении. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с 38 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. Основной формой взаимодействия с ВУЗами Узбекистана является реализация программ двойных дипломов. О том, что на этот раз обсудили представители двух ВУЗов, смотрите далее. В голубом зале Казанского федерального университета состоялась встреча руководства ВУЗа с делегацией ургенческого филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Альхаразми. Главной целью визита стало обсуждение совместных образовательных программ по различным направлениям подготовки и возможный обмен преподавателей. В первую очередь заинтересованы в сотрудничестве не только в плане образовательной программы для студентов, но также в плане стажировки преподавателей. Плюс мы очень надеемся на то, что мы сможем наших преподавателей принимать в себя, пусть на короткие, я не знаю, экспресс-курсы. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с 59 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. Основной формой взаимодействия является разработка и реализация совместных образовательных программ в формате 3 плюс 1 или 2 плюс 2 по различным направлениям подготовки, приоритетным в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. При этом Казанский федеральный университет представляет свои онлайн-курсы, организует практику в том числе на российских предприятиях и читает ряд базовых дисциплин. Когда ты работаешь монодисциплинарно, ну или буквально 2-3 направления подготовки в университете, то это существенно снижает перспективы междисциплинарности. Я всегда говорю, что айтишникам надо ставить задачи, им надо говорить, чем заниматься, иначе они будут заниматься как бы своим направлением, конкретно математикой, прикладной математикой, прикладной информатикой, разрабатывать эти темы, оптимизировать какие-то алгоритмы и так далее. А если вы ставите им конкретные задачи жизни, а задачи жизни кто может ставить? Это отраслевые направления, то есть нефтянка, медицина. Они ставят им задачи, они практически в этом направлении работают. Представители ургенческого филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Айхаразмей приехали на неделю. За это время делегация посетит Институт информационных технологий, интеллектуальных систем и другие подразделения ВУЗа, где сможет выявить наиболее эффективные точки соприкосновения с Казанским федеральным университетом. Более двух тысяч человек продолжают обучение по пяти дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки в рамках проекта «Цифровые кафедры КФУ». Подробнее в сюжете. В октябре в Казанском федеральном университете стартовало девятимесячное обучение желающих повысить квалификацию и получить новую профессию в сфере информационных технологий. На сегодняшний день реализуются пять программ. Две из них для студентов, которые обучаются уже на этих направлениях, и три программы, связанные для тех, кто вообще ничего не знает еще про программирование. Причем, когда мы проектировали образовательные программы, мы разделили целевую аудиторию Казанского университета на несколько фрагментов. Так, например, программа «Цифровой промышленный дизайн» ориентирована на гуманитарный профиль. По словам директора Института передовых образовательных технологий КФУ, на цифровых кафедрах реализуются пять программ. Две программы – интеллектуальные транспортные системы и основы разработки платформ управления данными. Они предназначены для студентов IT-направлений. Единственное, что нужно отметить, что пройдя уже первый этап, первый год пилотирования этого проекта, мы четко осознали, что не все студенты правильно смогли распределить свои силы. Для некоторых из них крайне сложно обучаться, а тем более обучаться на программах с применением электронного обучения и дистанционных технологий, потому что требуется крайне высокий уровень самоорганизации. Во втором семестре на цифровых кафедрах новой компетенции будут осваивать 2097 студентов КФУ. Обучение предусматривает не только контроль результатов после изучения отдельных модулей, но и внешнюю оценку формируемых компетенций. Все обучающиеся, успешно освоившие программы, сдадут демонстрационный экзамен в форме группового проекта. По результатам обучения студенты получат диплом о профессиональной подготовке с присвоением к квалификации программист-специалист по информационным ресурсам. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Совсем скоро, по словам создателей социальной сети ВКонтакте, будет разработан сервис для распознавания дипфейков. Как он устроен и как он будет работать, смотрите далее. ВКонтакте разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео. Система будет запущена для всех пользователей соцсети в течение полугода. По информации пресс-службы в соцсети, работа уже плотно ведется на технологии распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженную платформу фотографий или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменения в редакторах или замены одного человека на другого. Сервис для распознавания фейков должен опираться на какую-то технологию, которая способна к обучению, то есть к улучшению своего качества. Скорее всего, это нейронные сети в той или иной модификации. Дело в том, что чтобы нейронную сеть обучить, ей необходимо дать большое количество уже известных примеров, которые размечены, то есть на них ответ известен. Дипфейк это или не дипфейк. Я полагаю, что здесь еще кроме этой технологии могут использоваться, в принципе, накопленная в ВКонтакте база, скажем, мультимедийного материала, фото и видео, которое может позволять делать внутренний поиск и, собственно, сравнивать похожие картинки на то, что одна картинка была сделана из другой. Представители ВКонтакте уточнили, что пользователи соцсети смогут самостоятельно загружать подозрители контента и проводить проверку видео и изображений на достоверность. В конце декабря 2022 года Минцифра предложила закрепить технологию дипфейка в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным. В министерстве считают, что созданный с ее помощью контент следует обязательно маркировать специальным графическим знаком. Распознавать фейки – это очень важно, потому что, во-первых, можно умолчать про хулиганские шутки, когда, собственно говоря, лицо человека может быть подставлено на другое лицо, скажем, в каком-то двусмысленном видео, назовем это так. Также, конечно, с помощью дипфейков и более-менее качественных можно, в принципе, обмануть, скажем, человека, пользователя неопытного, если, например, он поверит в то, что на фото находится именно тот человек, который он думает, что находит. На самом деле его нет. То есть все это про обман пользователя и, собственно говоря, необходим сервис, который может это распознавать. Отметим, что ранее ВКонтакте добавила функцию дипфейк, которая позволяет примерять лица известных людей в редакторе ВК-клипов или в мини-приложении. Карина Саяхова, Универнус. В минувшие выходные в экстрем-парке Урам состоялся первый всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу Тин Спирит. Насколько актуальна хип-хоп-культура в наши дни, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. В начале 70-х в США зародился спортивный стиль уличных танцев – брейк-данс. Самый модный танец на всех вечеринках уже совсем скоро стал неотъемлемой частью хип-хоп-культуры. Брейк стал настолько популярным, что распространился по всему миру. В СССР он пришел уже в 80-х. Советским подросткам особенно по вкусу пришли стиль робота и лунная походка, которую они начали повторять за Майклом Джексоном. Сегодня это направление развивается не менее активно. Брейк танцуют уже не только взрослые подростки. Он объединяет целые поколения. Накануне в экстрем-парке Урам состоялся первый всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу Тин Спирит. Здесь участники смогли проявить себя в различных номинациях, в том числе сразиться со старшими товарищами в битве поколений. Будут интересные батлы, потому что в сборных собраны на самом деле профессиональные танцоры, несмотря даже на их возраст до 10 лет, там очень хороший уровень. Фестиваль объединил участников со всей России. В основном конкурсанты между собой уже знакомы. Они часто пересекаются на соревнованиях. Спортсмены признаются, с нетерпением ждут каждой встречи. На таких мероприятиях они не просто прокачивают свои навыки, но обмениваются последними новостями, делятся своими успехами. Софья Емельянова, к примеру, выступает не только на фестивалях. Она также участвует и в других проектах. К примеру, в 2022 году спортсменка выступила в новых танцах на ТНТ. Рассказывает о своем увлечении Софья достаточно скромно, ведь гораздо больше о ее страсти к брейк-дансу говорит танец. Брейк-данс для меня значит жизнь, наверное. Не наверное, а точно. Потому что мне это нравится. Своими историями о начале творческого пути поделились и те, кто в брейке уже давно. К примеру, один из членов судейского состава Альберт Хакимов, более известный под псевдонимом Алик, изначально учился брейку в лучших традициях уличных танцев. Первые тренировки спортсмена проходили во дворе. Но это уже было после того, как зародилась его любовь к брейк-дансу. Познакомился с одной классикой, у меня не было компьютера. Я ходил к нему в гости, у него были клипы всякие. И там был клип «Бомфанк МС» фристайла. Вот, наверное, слышали все этот трек. Вот, и там был брейк-данс. Вот, меня очень заворажил этот танец. Один из наиболее распространенных форматов проведения соревнований – джем. Он подразумевает состязания между участниками круга. При этом фестиваль предполагает борьбу и в разных стилях. Они характеризуются способом выполнения элементов. Помимо лектория, где конкурсанты соревнуются в стиле флоу-атак и битве поколений, для фестиваля развернулась и другая площадка. Для тех, кто любит более сложные, слабые элементы. Такой стиль спортсмены называют «пауэр-муф». Он, как правило, включает в себя акробатические элементы. Наиболее распространенные – различные вращения. Брейк-данс – это история, которая затягивает на долгие годы. Причем это не обязательно становится частью профессионального будущего или простым увлечением. Скорее, даже чем-то большим – философией жизни. Танцоры полностью погружены во все аспекты хип-хоп-культуры. Одной из ее составляющих является и граффити. Во многих студиях, помимо тренировок, практикуется роспись. Поэтому в рамках «Тин Спирит» состоялся тег-баттл – состязание в написании слов и фраз. Сейчас это направление актуально, как никогда. Можно во всем применять. Можно писать картины и применять в картинах это. Можно даже сделать какие-то оформления студии, какие-то кафе, магазины. Эти спортсмены – основа будущего хип-хоп-культуры. Уже сегодня самые юные представители брейк-данс-студии выполняют сложнейшие элементы. С каждым годом желающих изучить брейк становится все больше. И самое ценное, что на фестивалях вроде «Тин Спирит» упор делается не на состязания, а на творческую составляющую. А это значит, что и новички смогут проникнуться атмосферой и вдохновиться на покорение новых горизонтов. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин